Евангелие от Марка, глава 3. 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 Евангелие от Марка, глава 4. Евангелие от Марка, глава 3. 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 «… «… … 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 И ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресло наше, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей. Книга пророка Иеремии, глава 32. Слово, которое было от Господа к Иеремии, в 10-й год Сидекии, царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Новоходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав, «Зачем ты пророчествуешь и говоришь? Так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его. И Сидекия, царь Иудейский, не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха». И сказал Геремия, «Таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Салума, дядя твоего, идет к тебе сказать, «Купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне, по слову Господню во двор стражей, сказал мне, «Купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое, и право выкупа твое купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которая в Анафофе, и ответил ему семь сиклей серебра и десять серебряников. И записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и ответил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону, и уставу так и открытую. И отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Моасии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стража. И заповедал Варуху в присутствии их. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей. И передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великую силою Твоею и простертую мышцую. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф. Великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его. Который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день. И вывел народ Твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную, и мышцую простертую при великом ужасе. И дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцамых, землю текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать глаза Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и зато Ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город, отмечая голода и моровой язвы, отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что Ты говорил, то исполняется, и вот Ты видишь это. А Ты, Господи Боже, сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев. И было слово Господня к Иеремии. Вот я, Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Посему так говорит Господь. Вот я отдаю город сей в руки халдеев и в руки Новоходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его. И войдут халдеи, осаждающие сей город, зажгут город огнем, и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились курения ваалу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь. И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город сей самого дня, построение его до сего дня, чтобы я отверг его от лица моего. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению меня делали. Они, цари их, князья их, священники их, и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима. Они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сыновей Яномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Малоху, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровую язвую. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь. Чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворяя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. И вот так говорит Господь, «Как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите, это пустыня без людей и без скота. Она отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро, и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей, в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных, ибо возвращу пленных, говорит Господь». Господь. Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Дима тни дима Продолжение следует...